Меня зовут Наташа, я волонтер Краснообского приюта номер один Общественной организации защиты животных. Приют зарегистрирован в качестве общественной организации с 2018 года. К этому году у нас сейчас уже 137 собак и 39 кошек. Это очень много, это наш максимум, никогда такого количества животных у нас не было. Все животные в приюте стерилизованы, все привиты, все ищут хороший дом и хорошие руки. Предпоследнее наше поступление это щенок Валюша. В WhatsApp к нам обратились, что нашли ее возле офисного здания. Щенок очень громко кричал, требовал помощи, забрали мы щеночка. И при встрече, кроме красивых глазок, милой внешности, я вижу о том, что собачка как-то неправильно ставит ножки задние. И мы поехали в ветеринарную клинику. В одной нам сказали, что необходим рентген, мы поехали в клинику в городе. Нам сказали о том, что это застарелый перелом, который не лечится, не переламывается, чтобы срастить заново. То есть просто у вас собачка, которую или вы сейчас усыпляете, или же она умрет мучительно чуть позже. Конечно, нас такой исход не устроил, и мы начали искать варианты и обратились в другую клинику, где сделали на основании даже того же самого рентгена, нам сделали заключение о том, что это костная аномалия. Доктор сказал, что операция может все исправить. Он это делал несколько раз. Операция сложная, ее могут сделать только три врача в России, в том числе он. Мы начали читать, изучать литературу. Действительно, такая операция делается. В основном, это делается породным животным. И если не сделать эту операцию, то первый расклад – это собачка. Мы ничего не делаем, наблюдаем, происходит чудо, собака израстается, и все здорово. Второй вариант – это мы делаем операцию, и все прекрасно. И третий вариант – сначала у нее отнимаются ножки, потом у нее, соответственно, все органы, которые ниже вот этой вот травмы, получается, они отнимаются, и собачка медленно умирает. И нам дали этот месяц, чтобы понять, чудо произойдет или не произойдет. Чудо не произошло, усугубилось состояние. Что сейчас происходит с щенком? Один позвонок клиновидный, и, соответственно, позвоночник растет вверх, и очень велик риск, что он пережмет спиной мозг. И сейчас врач предлагает сделать такую операцию, что он сломает позвоночник, сделает такую пластинку, и позвоночник будет расти в год. Операция сложная, очень полноценная. Два дня малышка проведет в стационаре. К сожалению, медицина гарантий не дает никаких, но мы верим, что ей повезет. Ей повезло раз – она попала в приют. Надеемся, что лечение поможет ей. Валюше сделали операцию. Операция прошла хорошо. Три дня она была в стационаре, очаровала всех медсестричек. Они все нам писали в чат, какая милая собачуля. После стационара девочка-волонтер Настя забрала ее к себе на реабилитацию. Продержали мы ее до снятия швов. Сняли ниточки, соответственно, уже она переехала в приют. Хирург осмотрел Валюшу, сказал, что операция прошла по плану. Сейчас дело за реабилитацией. У Валюши у задних лапок мышечная атрофея, и эти мышцы нужно разрабатывать и наращивать. Сейчас мы добавили времени на прогулку. Каждый день Валюша гуляет по полтора-два часа. Но, к сожалению, пока что говорят, что этого мало. И чтобы больший отклик на рост именно у мышц был, нужна дополнительная нагрузка. Ориентировочно это будут либо массажи, беговая дорожка или же плавание. Параллельно у нас идет поиск родителей для Валюши. Это сложно. Все очаровываются внешностью Валюши, но понимают о том, что серьезное вмешательство, возможно, несет за собой серьезные траты по восстановлению. Поэтому пока что мы не загадываем. Делаем все, что от нас зависит. Восстанавливаем здоровье собаки. К Новому году Валюша будет уверенно стоять на задних лапках и, возможно, даже уже будет спать на диване в любимой семье. Нам с вами удалось спасти одну маленькую жизнь и помочь Валюше выздороветь. Сейчас мы можем помочь другим хвостикам встретить Новый год в тепле, с полными мисками корма или даже в новом доме. Субтитры создавал DimaTorzok